Маткульт, привет всем, друзья мои! Часто бывает так, что с одной из моих работ, а их у меня 11, 11, я думаю, что в книгу рекордов Гиннеса можно входить. Это не считая кучи проектов, где я неформально подписанный тоже делаю что-то. Вот, так вот, часто приходят там просьбы что-то порекламировать, из Вестиеха часто, Андрей Михайлович, там оттуда, отсюда. А бывает так, что я сам хочу кого-то порекламировать из моих дорогих друзей-работодателей. Сегодня я рекламирую сразу два заведения, а именно я разбираю, рекламирую не просто так, а с помощью разбора математических задач. Я разбираю Школковскую региональную олимпиаду по математике под названием «Пять с плюсом» среди учащихся седьмых-восьмых классов. Она проходила в Набережных Челнах для нашего Камского математического центра. Это тоже, кстати, мое место работы. Даже вот, вот, и я давал напутствие всем школьникам, чтобы они там круто ее написали, и пока давал напутствие, решил три из шести задач в уме. Ну, это как бы не к тому, что там, чтобы похвастаться, вот, а к тому, что задачи на самом деле оказались жутко красивыми. Вот три я в уме, три решил, а три не решил в уме, а пришлось потом удалеживать. Но все-таки я справился со всеми задачами для седьмого-восьмого класса, значит, и хочу все их разобрать. А еще я хочу сказать, где я нахожусь сейчас, да. Нахожусь я на студии такого проекта, как «Дети и наука», где я записываю 100 уроков математики. Поэтому этому проекту тоже моя максимальная, значит, реклама, максимальное, так сказать, привлечение внимания вашего к этому проекту «Дети и наука». Ну и к Школкову, соответственно. А теперь поехали. Собственно, содержательная часть. Задача номер один. Красная шапочка решила сходить к бабушке. Домик, который находился в одном километре ходьбы от ее дома. Волк ей в этот день не попался. Поэтому туда и обратно она шла по одному и тому же маршруту. Вот так вот туда и обратно. На горизонтальных участках ее скорость была равна 4 километра в час. В гору 3 километра в час. А с горы 6 километров в час. Сколько времени она была всего в пути? Но такая интересная задача. Смотришь и вначале кажется, что у нее не может быть никакого решения, не зависящего от дополнительной информации о том, сколько участков в гору, сколько с горы. Ну, скажем, вдруг там красная шапочка шла к бабушке, которая на вершине горы живет. Вот, как тогда можно узнать, за сколько она сходила. Но вспоминаем, что она туда-обратно шла. И в этом месте вы можете нажать на паузу и попробовать решить самостоятельно. Вот, а мы продолжаем. Значит, секрет в том, что любой участок, который был вверх, на обратном пути был вниз. И, соответственно, на вот это вот время 3 километра в час, которое было потрачено, приходится еще время, которое потрачено со скоростью 6 километров в час на тот же самый участок. И мы можем посчитать среднюю скорость. Средняя скорость на каждом участке. Ну, на горизонтальных она и так 4, а на вертикальных и... на вертикальных вверх и вниз, ну, в смысле на наклонных, она будет всегда усредняться ровно как бы, ну, вот двойная длина участка вот этого, каждого такого участка, делится на время, которое затрачено, когда это было в гору, большое время, и на время, которое затрачено, когда это было с горы. Ну вот стандартная формула среднего гармонического для вычисления средней скорости дает, что из 3 и 6 это как раз 4 км в час Поэтому и получается, это странный поразительный результат, что не важно сколько времени затрачено на путь туда и на путь обратно, конкретно в отдельности А в сумме средняя скорость на любом участке этой дороги, туда и обратно, была равна 4 км в час А значит 2 км, которые ей полагалось пройти, она прошла за полчаса Готово, первая задача Так, вторая задача очень сложная, я бы сказал самая сложная, но я такие задачи люблю Нужно найти а в 4 плюс b в 4 плюс c в 4, имея а плюс b плюс c и зная, что это 0 А также знаешь, что а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат равно 1 Вот, то есть такие симметрические многочлены суммы степеней, это известная такая штука Вот, я правда это очень-очень люблю Ну и я вам расскажу, как я это решал, а пока ставьте на паузу Поехали Пусть а и равно там а в итой плюс b в итой плюс c в итой В данном случае будет 3 числа А4 неизвестная нам А1 равная 0 и А2 равная 1 А еще хочу b и d ввести, b и d c не ввожу, потому что здесь есть c, хотя b здесь тоже есть, но оно маленькое Аc большое и маленькое неразличимое b у меня будет ab плюс bc плюс ac Аd будет а квадрат b квадрат плюс а квадрат c квадрат плюс b квадрат c квадрат Это вспомогательные величины, которые мне придется находить в процессе решения этой задачи Итак, ну, как бы некий мастер-класс Вот вы видите условия Что делать? Ну, понятно, искать какие-то комбинации из этих чисел Их как-то перемножать, степени возводить Чтобы у меня то, что нужно, вылезало, да? Но в данном случае первым делом давайте поймем, что b мы быстро найдем Потому что А2 Равно А1 в квадрате За вычетом 2 как раз b Это, кстати, очень известная формула для сумм степеней Через симметрические элементарные Ну, просто проверяем и так и есть Вот, ну и тогда у нас дано, что А2 это равно 1 А1 равно 0 Значит, минус 2b равно 1 То есть b мы нашли b равно минус 1 2 Так Теперь что дальше? Теперь давайте попробуем А2 возвести в квадрат И уже приблизимся к А4 Соответственно, А2 в квадрат равно А4 за вычетом 2 как раз d Вот То есть по той же схеме Ну и, соответственно, А2 Я знаю, чему равно То есть 1 равно А4 минус 2d И мне нужно, короче, найти d Тогда я смогу найти А4 Вот Значит, как же мне быть с d? Ну вот тут, значит, первое мне Я, честно говоря, думал несколько секунд Но потом понял, что надо b возвести в квадрат И посмотреть, что будет Что такое b в квадрате? b в квадрате это d Минус Вот что минус? Там происходит удвоенное произведение Значит, попарных вот этих Аb квадрат c А квадрат bc И bac квадрат Ну, если аbc у меня Удаляется за скобку То остается а плюс b плюс c И вот тут возникает чудо Что оно не только нам дано Оно еще и равно нулю Вот То есть Если бы оно не было равно нулю Возможно, нам потребовалось бы еще значение abc А так оно не нужно Поэтому я просто знаю, что b квадрат равно d Все Точка b квадрат равно d Ну и все Соответственно, d равно 1 четверти 1 равно a4 За вычетом 1 второй a4 равно 3 вторых Хо-хо Хо-хо, потому что первый раз я неправильно решил Получил 1 вторую Хе-хе-хе-хе Ну вот Первые две решили Поехали дальше Стираем с досочки И я пока стираю Я буду зачитывать следующую задачу И вы ее будете решать В уме Маляр добавляет синьку Тут я, как говорят, взоржал Маляр добавляет синьку, да? Что такое синька, наверное, дети не знают А старшее поколение знают Точно Но я не буду говорить Потому что Те, кто не знают, пусть и не знают Для тех синька это синяя краска Точка Вот А вот для старшего поколения Что такое маляр добавляет синьку Тут объяснять даже не нужно Короче, маляр добавляет синьку в белую краску Чтобы получить голубой оттенок Синька прет из всех щелей Ах Ладно, все, я молчу Есть такой Рома ВПР У него есть такая классная песня Но ее здесь мы петь не будем Так Маляр добавляет синьку в белую краску Чтобы получить голубой оттенок Сначала он собирался добавить 15% синьки Но тогда голубой краски получалось недостаточно И он решил добавлять только 10% синьки Вот Вопрос На сколько процентов увеличится количество голубой краски При том же объеме, используемой синьки О, вот так вот Насколько же оно увеличится Ну вот На самом деле почти сразу все понятно Но давайте тем не менее нарисуем Вот у меня объем синьки Который составляет 15% от исходного объема А теперь я исходный объем Значит Ну объем краски увеличил И то же самое То же самое количество Составило уже 10% Ну ясно, что в полтора раза уменьшился процент синьки Значит в полтора раза увеличился общий Ну объем Вот и все Ну давайте это докажем Да Значит если x объем этого А y объем этого То 0,15x Равно 0,1y Все Так и есть Y равно полтора x И ответ на 50% Y больше x на 50% Вот такая задача Очень классная Которая Связана с процентами Ну такая стандартная упражнялка Стандартная упражнялка на то Как работать с процентами Сейчас я покажу как работать с доской Чтобы стирать с нею синюю краску А дальше мы поработаем со следующей задачей Так Следующая задача Она какая-то довольно магическая Написано Заполнить магический квадрат Магическая задача про магический квадрат Заполнить магический квадрат так Чтобы сумма каждого ряда была одинакова И в числах наблюдалась закономерность Так Но здесь надо понимать Что настоящий магический квадрат Он устроен так Что у него не только в каждом ряду сумма одинаковая Но и в каждом столбце Но здесь этого не требуется Здесь Я не обязан знать Что такое магический квадрат на самом деле Ну не обязан Поэтому я исхожу из того Что надо только проследить Именно за суммой по строкам Ну и за закономерностью Если можно Честно говоря я не очень понимаю Это задача на какую-то такую На может быть догадки А может я вообще ее неправильно понял И даже неправильно решил Это потом мне Дима скажет Дима Который ее придумал Наверное Итак Квадрат 6 на 6 Давайте ее здесь нарисуем Так Так Чек 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 Что мы имеем Мы имеем 1, 2, 3 7, 8, 9 6, 5, 4 10, 11, 12 13, 14, 15 16, 16, 17, 18 Заполнить так Чтобы сумма была одинаковая И наблюдалась закономерность Ну как бы Что я могу сказать Чтобы наблюдалась закономерность Кажется что нужно здесь поставить 4, 5, 6 А так как здесь 6, 5, 4 То здесь 9, 8, 7 А здесь 3, 2, 1 Да Как говорит капитан очевидность Дальше здесь соответственно Мы переворачиваем все наизнанку Пишем Ну например 10, 13, 16 11, 14, 17 И 12, 15, 18 Ну например так Я не знаю Может быть есть много разных способов решения Но по крайней мере в этом случае закономерности явно налицо А суммы действительно одинаковые Потому что что здесь на 3 меньше То тут на 3 больше Каждый раз Так Хорошо Допустим четвертую сдачу мы решили правильно Допустим предположим Возьмем следующую задачу Задачу про параллелограмм Дан параллелограмм ABCD Геома Я сперва думал Блин ну как я решу геому Не решу же Но решил Есть бисектрисы Они пересекаются в точке М Которая по условию лежит на этой стороне Дальше точка пересечения Углов C и D Обозначают через N Но в силу симметрии Ясно что она тоже лежит на этой стороне Вот Ну и как бы Нужно доказать что MN Параллельно AD Мне кажется что это тоже Могло бы быть в силу симметрии Но нет Если N сдвинуто сюда То N будет сдвинуто вверх Вот Ну ребят Как я ее решал Я сейчас вам расскажу Я не знаю Заценит ли такое решение Максим или Дима Рассмотрим бесконечный треугольник Вот такой вот С нулевым углом здесь И двумя этими углами Это бисектрисы углов А значит эта точка Лежит на бисектрисе Этого многоугольника А значит соответственно Этот угол делится пополам Значит эта бисектриса Будет параллельно земле Да еще на одинаковом расстоянии Потому что бисектрисы Всегда на одинаковом расстоянии От сторон Ну и это тоже самое По той же самой причине Рассмотрим вот такой треугольник И в нем вот это будет бисектрисой Ну и соответственно Это одна и та же линия Просто и она параллельно В стороне Да еще на одно расстояние От нее находится Ну вот как бы да Вроде все Ну явно что такое решение Не будет приниматься Поэтому надо придумать Какое-нибудь правильное Школьное решение Ну в сущности оно не сложное Бисектриса все еще Геометрическое место точек Равно удаленных от сторон Ну у меня здесь конечно Вот это вот Очень странная ситуация Ну короче Не важно Просто я не очень Прямо нарисовал Ну и от этой стороны тоже Так как это бисектриса То здесь тоже равна удаленность То есть получается Что расстояние от стороны БС Равно расстоянию до стороны БА А оно в свою очередь Равно расстоянию до стороны АД Поэтому М лежит Ровно между Да и так как это Перпендикуляр И только как раз Ровно между середины На этой вот серединной прямой Ну и совершенно аналогично Н тоже лежит на этой прямой На серединной прямой Поэтому серединная прямая Она естественно Параллельна им обоим Да еще и на равном расстоянии Находится Все доказано Все решено Вот так Кто молодец Я молодец за седьмой класс решил задачи все а еще одна а вот задача шестая а б в г плюс а б д г равно бы гдага бгдага бгдаг надо понятно все заменить на цифры так ну вот это как бы сейчас будет прям мастер-класс г плюс g равно г в двух случаях если это 0 плюс 0 равно 0 или если 9 9 плюс 9 равно 9 и один перенос был в первом символе переносов нет поэтому г равно нулю . и вот еще век поехали дальше а плюс а равно нулю о кстати извините а b уже равно единицы а почему а потому что если два четырехзначных сложить и получится пятизначная то первая цифра никак не может быть больше единицы иначе не хватает там четырехзначных вот много уже знаем теперь а плюс а равно нулю тоже в двух случаях если а равно 5 если а равно нулю ну как бы в данном случае должен быть перенос поэтому пяти да еще и ноль уже занят значит а равно 5 зашибись мы быстро продвигаемся здесь нужно логическое некоторые здесь вот дальше нужна логика серьезная серьезная логика надо 1 плюс 1 равно 2 или 3 если был перенос значит д это 2 или 3 но не не 2 не 3 нельзя прибавить к в так чтобы был перенос с пятеркой то есть если был 7 то 7 плюс 8 равно 5 11 в уме а вот 2 или 3 мы не можем прибавить м 12 соответственно или 13 такой цифры нет поэтому переноса здесь нет раз здесь 2 или 3 то вы никакая не может быть чтоб сумме давала 5 с переносом значит в дает 5 без переноса но если нет переноса то д равно двум видите как круто да если нет переноса то д равно двум но если д равно двум то в равно трем все готово мастер-класс закончен мастер-класс руководителя кампского мат-центра по решению задач для 7 8 класса завершён всем мат культ пока до новых встреч